Уважаемые гости, компания Кодорлайн приветствует вас. Сегодняшняя наша встреча посвящена контрактам ГОС и отражению HRP. На экране вы видите наши контрактные данные, нашу электронную почту, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Если вам по какой-то причине оказалось неудобно время проведения вебинара, например, или вы не смогли досмотреть его до конца, то немного позже вы сможете перейти на сайт Кодорлайн, адрес вы видите, и посмотреть запись. Мы выкладываем записи наших вебинаров на сайте, и вы можете посмотреть не только этот вебинар, но там достаточно много интересной информации, возможно, вас еще что-то заинтересует. Вести сегодняшний вебинар буду я, консультант-аналитика Динас Гартышева-Галина. И, собственно, программа нашего сегодняшнего вебинара, вы видите ее на экране, посвящена особенностям работы с контрактами по ГОС, ну, соответственно, работа с банком, оформление отгрузочных документов, второго раза, сопроводительных документов и дополнительные сервисы и отчеты. Начнем мы с того, что вообще какие особенности имеют контракты именно по ГОС. И как мы с вами сегодня будем смотреть информацию. То есть нормативные документы, ссылки и некоторые ключевые слайды мы будем с вами смотреть вот по этому слайд-шоу. А потом мы с вами будем переключаться на демо-базу. Сейчас я переключусь. И будем смотреть в демо-базе. Прошу прощения. Вот так. Еще раз. И будем смотреть с вами уже на примере ERP, демо-версии. И, соответственно, вот наша демо-версия, демо-база. И мы будем здесь ручками смотреть определенные настройки. И, соответственно, кое-что из этого попытаемся выполнить. И потом будем снова переключаться между слайдами и между нормативной информацией. И между, так сказать, практическим аспектом. Снова переключаемся на наши слайды. И первый, так сказать, нормативный акт, что предприятия, которые работают с госсоборным заказом, должны вести раздельный учет и ведут его все компании, независимо от уровня кооперации, коммерции и так далее. В некоторых конфигурациях новых учет по ГОЗу конкретно настроен и действует почти в автоматическом режиме. Ну, во-первых, это, естественно, экономит и время бухгалтеров, и руководителям позволяет посмотреть точное положение дела с оборонным контрактом. Собственно, как в самой конфигурации организован учет по контрактам, которые у нас ГОЗ. Вот на этой схемке вы видите, как бы, как организован конкретный учет. Ну, во-первых, мы должны с вами определить направление деятельности. Чаще всего направление деятельности обозначают как номер контракта, к которому данный раздельный учет должен вестись. Ну, соответственно, в ценообразовании необходимо завести калькуляционные единицы, продукцию, которую будет выпускать предприятие, например, по конкретным оборонзаказам. И, собственно, вот после заполнения нормативно-справочной информации и некоторых настроек, которые делаются через блок финансового учета, мы можем начинать работать с самим госконтрактом. И в этом случае у нас автоматизированная уже, как бы, будет информация для того, чтобы создавать какие-то документы или смотреть отчеты. То есть первое, что мы должны сделать, мы должны сделать некоторые настройки, которые позволяют использовать эту функцию. Значит, для этого мы должны перейти в раздел НСИ и администрирование. Сейчас мы с вами посмотрим слайдик, а потом переключимся на демобазу. То есть видите, раздел, который нас интересует, это раздел НСИ и администрирование, то есть нормативно-справочная информация и администрирование. И после этого нас будет интересовать вот эта группа настроек, которые, так сказать, активизируют определенные функциональные опции и позволяют организовать учет в нужном нам разрезе. Сейчас мы с вами переключимся на демобазу снова. И вот у нас раздел НСИ и администрирование. И, соответственно, интересовать нас будет подраздел финансовый результат и контролинг. Почему? Потому что первоначальные настройки дают нам возможность использовать все функции. То есть мы с вами открываем финансовый результат и контролинг и проставляем нужные отметки. То есть нужные отметки – это вот такая красивая зеленая галочка, которая называется «Чекбокс». То есть когда мы работаем с вами с настройками, с «Чекбоксом», основное – это внимательно читать, что вы конкретно отмечаете, ну и, соответственно, то, что в этом случае нам нужно либо активизировать, либо, наоборот, отключить, чтобы, ну, если это не соответствует нашим реальным бизнес-процессам. Соответственно, здесь нас интересует, чтобы мы проставили нужный флажок – это работа, раздельный учет. Так. И, собственно говоря, по-хорошему нужно пройти полностью весь раздел финансового результата и контролинг. И, кроме этого, проверить еще несколько других показателей. Сейчас мы снова переключимся на слайды и посмотрим с вами следующий слайд, который позволяет посмотреть, что же нам нужно отметить. То есть финансовый результат и контролинг – это подраздел, в который мы с вами попали. И нам надо поставить отметку, что мы будем использовать направление деятельности. То есть вот такую вот отметочку мы должны с вами поставить. Ну и, как я сказала уже, собственно говоря, мы должны не только эту отметку посмотреть, но и проставить остальные, чтобы были уже уверены, что у нас полностью подключен и активизирован весь арсенал, так сказать, настроек, которые мы будем вести при работе с госконтрактами. Сейчас мы еще один слайдик посмотрим. И здесь нас будет интересовать, вот она, это наша отменточка, где она у нас находится. То есть мы с вами посмотрели настройки по НСИ и администрированию, а после этого нам надо перейти в подраздел финансовый результат и контролинг, уже не в НСИ. И сейчас мы это с вами посмотрим на практике. То есть нас будет интересовать вот этот подраздел. И здесь у нас есть настройки и справочники блок. То есть такие блоки есть в каждом подразделе. И, соответственно, мы в этом случае сначала заполняем, активизируем возможность дополнительных настройок, потом переходим уже с вами в блок и, соответственно, выходим на те настройки, которые нам требуются по данному оперативному процессу. И нас в этом случае будет интересовать вот такой пункт направления деятельности. Если мы проваливаемся по этой гиперссылке, то, соответственно, вы можете настраивать уже дальше конкретный блок. Например, это будет производственный блок для каждого конкретного предприятия. Ну вот, например, я сейчас возьму деловой союз. И здесь мы с вами уже вводим те виды деятельности, которые нам надо настроить. То есть если мы работаем на ГОСТ, то здесь можно в качестве названия указывать конкретные контракты и уже по этим контрактам делать настройки. То есть, вы видите, у меня есть отдельная папка. И, соответственно, здесь у меня указываются конкретные ГОСТ заказы и их номера. То есть в качестве наименования я использую номера. Здесь тоже есть свои особенности. Вот сейчас мы с вами один контракт посмотрим. Не контракт, а направление деятельности в нашем случае. И, соответственно, в группировке у нас указаны контракты ГОСТ. И дальше мы уже смотрим, какие настройки нам нужно сделать. То есть объекты аналитического учета, расчета с поставщиками и так далее. И, соответственно, у нас каждый контракт по ГОСТ будет иметь свои настройки, свои счета учета. Если мы с вами работаем через казначейство, это всегда при госконтрактах применяется. И, соответственно, особенности, это мы с вами заполняем банковские счета. То есть вот она у нас ссылочка. Переходим в банковские счета. И настройки банковских счетов, которые нам необходимо сделать для работы с каким-то конкретным контрактом. Это выглядит вот так. То есть, соответственно, мы заполняем те данные, которые у нас в контракте используются. И если это отдельный счет ГОСТ по контракту, то мы ставим здесь вот отметочку. И после этого уже, если необходимо, задаем другие настройки, которые касаются конкретного договора. Собственно говоря, если это нам необходимо, обратите внимание, что у меня в настройках счета стоит отметочка, что отдельный счет ГОСТ по контракту. И, соответственно, в этом случае нам еще будет требоваться одна настройка. То есть работаем мы по госконтракту с заявками на расходование денежных средств. Или мы работаем без заявок. То есть, соответственно, это вот этот флажок. Как вы видите, настройки некоторые у меня имеют отметочку, но она неактивна. То есть, если я попытаюсь по ней еще раз перейти, у меня не получится. Почему? Потому что по этому конкретному, допустим, счету я его настраивала. У меня уже есть действующие документы, которые я вводила. И, соответственно, у меня флажок проставлен, но он неактивный. Собственно, сейчас мы это закроем, потому что банковские счета нам больше не нужны, не потребуются. И, кроме того, что у нас фактически после того, как мы сделали настройки, которые касаются конкретного контракта, конкретного банковского счета, который у нас будет работать с этим контрактом, у нас остается не очень много тонкостей, которые надо учесть при работе в госконтракте. На самом деле, конфигурация 1С ERP – это конфигурация, в которой максимально автоматизирован учет по госконтрактам. То есть, здесь есть специализированные отчеты. Но также по госконтракту есть возможность работать, например, комплексной конфигурацией, не только в ERP. И сейчас мы с вами перейдем снова к нашим слайдикам и посмотрим еще один слайдик. То есть, это мы с вами были в разделе финансовый результат и контролинг. Ну и, соответственно, настраивали мы с вами направление деятельности. То есть, в этом случае, когда мы с вами выбираем использование направления деятельности, необязательно это может быть госконтракт, это могут быть и другие варианты, но у нас в этом случае на 90-м счете появляется аналитика по направлениям деятельности. Так, сейчас мы с вами перейдем немножко дальше. И этот слайдик, собственно, показывает тот момент, который мы с вами уже посмотрели. То есть, это настройка банковского счета организации. Как я вам уже говорила, в качестве наименования мы можем использовать, например, название банка и номер контракта. Ну и, соответственно, когда настраивается банковский счет, мы должны посмотреть, чтобы это был отдельный счет ГОС по контракту. Так, следующий слайдик, который мы с вами посмотрим. Это будет касаться, точнее, не слайдик, мы с вами сейчас переключимся снова на демо-версию, поговорим на такую тему. То есть, мы с вами создали госзаказ, создали направление деятельности и создали банковские счета, которые будут работать по данному конкретному договору, контракту. Но, кроме этого, мы с вами, соответственно, будем использовать и другие разделы. И здесь, поскольку у нас, в общем-то, приближается конец года, хотелось остановиться на таком моменте, как инвентаризация. Насколько вы знаете, у нас сейчас будет действовать новая ПБУ, которая касается инвентаризации всех активов. И, соответственно, по концу года, обязательно требование законодательства, то, что необходимо будет провести инвентаризацию. Инвентаризацию, например, обособленных материалов, которые конкретно под этот госзаказ у вас будут закуплены. Но и не только. То есть, провести складские инвентаризации по всему вашему складскому хозяйству. При работе с госзаказом, как вы знаете, вы составляете отчетность не только обычную, бухгалтерскую, например, но и создаете отчетность для военной приемки. Чаще всего финансирование госконтрактов делается путем авансовых платежей. То есть, вы, например, делаете технико-экономическое обоснование, согласовываете его с заказчиком, и у вас получается на следующий год график выполнения. То есть, это может быть в течение одного года, может быть в течение, допустим, нескольких лет, если это этапы длительного производства. Но, собственно, смысл в том, что после утверждения, после подписания и согласования госконтракта вам перечисляется авансовый платеж. И по концу года вы должны предоставить отчетность в военную приемку. И военная приемка должна подтвердить выполнение работ, например, передачу объекта, который вы делали для госзаказчика и так далее. И для того, чтобы вы нормально прошли госприемку, вам необходимо подтвердать все приобретения товаров, материалов, ну, то есть всего блока для госприемки, для военной приемки, если быть более точным. Соответственно, правило, по которым проводится инвентаризация, общее и для госконтрактов, и для обычных договоров с контрагентами. И подчиняется она сейчас новым требованиям по ФСБУ, которые в добровольном порядке вы можете применять уже сейчас. Но, скажем так, с некоторого момента они обязательны. И сейчас мы с вами посмотрим, именно какими документами регулируется инвентаризация расчетов, инвентаризация складского хозяйства и так далее. Как я уже говорила, у вас есть новая ФСБУ, которая в обязательном порядке будет применяться с 25-го года, простите внимание, что через год. Но в добровольном порядке это может применяться сейчас. То есть на самом деле это правила, которые аккумулировали себе все ранее действующие положения и нормативные акты, которые уже применяются достаточно давно, ну, чуть ли не с советских времен. Но в этом случае обратить внимание следует вот на что. Почему у нас зашел разговор про инвентаризацию склада и про контракты по оборонзаказу. То есть эти правила у нас действуют, начиная с 16-го апреля 23-го года, то есть практически уже с весны этого года действуют. И, скажем так, нового революционного в них не слишком много. То есть, во-первых, инвентаризация подлежит все имущество, которое относится, на которое предприятие имеет право собственности, независимо от того, где оно находится, но также и его активы, которые считываются на забалансовых счетах. И, соответственно, источники финансирования, допустим, которые у нас отражаются в балансе, которые раскрываются в бухгалтерской отчетности. И, соответственно, когда проведение инвентаризации обязательно, по требованию законодательства обязательно применение инвентаризации один раз в год по состоянию на 31 декабря. То есть, собственно говоря, это в течение ближайшей недели необходимо провести инвентаризацию, особенно, если вы работаете с гособоронзаказом и должны будете аналогичные отчеты отправлять потом в военную приемку. При этом военную приемку вы должны будете отправлять не только отчеты, но и должны будете отправлять копии документов, по которым вы приобретали товароматериальной ценности. При этом вы должны будете подтвердать, что, например, это приобретенные ТМЦ российского производства, куплены целевым назначением и так далее. То есть должны будете подтверждать целевое назначение. И еще мы с вами посмотрим, вот какой нормативный документ, который относится к инвентаризации. Очень важно назначать, оформлять правильно, то есть эти действия у нас действовали раньше, то есть оформлять инвентаризационную комиссию и если требования военной приемки включают в себя предоставление инвентаризационной ведомости, то есть, например, у вас контракт более длительный, чем один год, и вы должны будете подтвердить расходы этого года, то естественно вам нужно будет правильно оформленные инвентаризационные ведомости. То есть приказ о назначении комиссии, приказ о проведении инвентаризации по такой-то товарной группе, по таким-то товарным запасам, например, которые приобретены для обеспечения оборудованной деятельности. И, соответственно, оформлены результаты инвентаризации, обнаружены, например, излишки, недостачи. Соответственно, если они обнаружены, то они должны быть оформлены документально. То есть излишки оприходованы, недостачи определены к возмещению, например, за счет виновных лиц или за счет собственных средств предприятия и так далее. Точно так же от вас потребуется оформление командировочных расходов. И, допустим, если в процессе командировки производились какие-то закупки под госсобром контракт, то в этом случае будут требоваться приложения к отчету в военную приемку документов, которые подтверждают то, что эти ТМЦ были приобретены, то, что они соответствуют требованиям по госконтракту, то есть российские производители и так далее. Кроме этого, с гособорон контрактом, поскольку сейчас, прошу прощения, мы с вами перейдем на следующий слайдик. Ну, собственно, требования к инвентаризации у нас уже достаточно подробно освещались. И здесь мне хочется только отметить такой момент, что, естественно, при работе с гособоронзаказом требуется правильно оформленная докумендация не только в части именно инвентаризации, но и в части всех остальных расходов. То есть это, естественно, и командировочный расход, если, например, требуется выезд на места, для которых выполняется госзаказ и так далее. То есть нам в этом случае нужно будет обязательно просмотреть, какие документы. У вас могут быть необязательно унифицированные формы, поскольку перечень документов у нас не определен, у нас установлены только обязательно реквейты, которые должны быть указаны. Поэтому вы можете использовать свои локальные формы документов, но они должны содержать, как видите на экране, такую информацию. И еще один момент. Это как мы будем отражать результаты инвентаризации. Собственно, посмотреть на домобазе мы с вами сейчас посмотрим пару документов, несмотря на то, что я тут достаточно много следов вам показала. Оформляется это, в общем-то, стандартным способом и достаточно уже давно отработанным и обкатанным, если можно так сказать. Но, тем не менее, про инвентаризацию, которую вы должны проводить в течение года, нам напомнить обязательно хотелось бы, потому что в противном случае у вас могут возникнуть сложности и с военной приемкой, и с бухгалтерскими документами, поскольку это обязательное требование. Причем, обратите внимание, требования касаются не только товароматериальных ценностей или складских запасов каких-то, но и взаиморасчетов с контрагентами, то есть дебиторами и кредиторами. Сейчас мы с вами перейдем к следующему слайдику. И именно касательно проведения инвентаризации и складского учета перейдем с вами в демо-базе, в раздел «Склад и доставка». Почему мы туда перейдем? Потому что именно в ERP и именно в этом разделе у нас есть, по сравнению, например, с бухгалтерией или с другими конфигурациями, некоторые изменения, которые мне хотелось бы вам показать. Изменения состоят вот в чем. Если, например, в бухгалтерии или в других конфигурациях у нас есть привычный блок «Инвентаризация», то в ERP, в разделе, например, «Склад и доставка» у нас нет пункта «Инвентаризация». У нас появился вот такой пункт «Излишки, недостачи и порчи». То есть привычного слова «Инвентаризация» у нас здесь нет. Здесь есть пересчет товаров. То есть, соответственно, это обычная ведомость, ведомость, опись, которую мы составляем при проведении инвентаризации. И когда мы с вами вводим сюда какие-то документы, сейчас мы посмотрим, то у нас сформируется вот такой документ, опись, которая конкретно содержит перечень товаров, которые мы инвентаризируем, ну, естественно, с указанием всяких подробностей. И еще один момент, то есть по кнопочке «Печать» мы с вами можем вывести, как вы видите, полностью, например, административный блок, то есть задание на пересчет, задание, там, если у нас ордерный склад работает, можем вывести конкретную инвентаризационную опись, которая унифицированная форма, которая в альбоме унифицированных форм, и, собственно, сделать еще два документа, то есть это результаты пересчета, оформить и сличить на ведомость. То есть состояние блок пересчета товаров, пересчет товаров у нас заменяет создание сразу нескольких документов. Вот про это нужно помнить, и, если у вас возникло затруднение, скажем так, сходить сразу сюда. И, естественно, если мы с вами используем обычные правила бухгалтерского учета, то, соответственно, излишки товаров у нас приходуются, то есть они попадают под налогообложение, а вот недостачи товаров у нас не уменьшают налогооблагаемую базу, то есть они не учитываются в составе затрат. И, собственно говоря, варианты работы с недостачами, это либо определение виновных лиц, либо списание за счет собственных средств, которые не уменьшают налогооблагаемую базу. Еще один момент, на который хочу обратить внимание, потому что сейчас на нас у всех практически это закрытие года. И, собственно говоря, поскольку у нас в этом году было очень достаточно много изменений и в регламентированной отчетности, и в некоторых бланках, то нужно проверить, какой релиз программы вы используете. Это у нас вот такая пиктограммка. И по ней мы с вами можем перейти в раздел о программе, то есть средняя программа. И, соответственно, интересовать нас будет, ну, во-первых, вот это вы видите, это у нас релиз платформы, 1С, на которой вы работаете. И вторая запись – это конфигурация. И, соответственно, в этом случае мы видим сведения про конфигурацию, про релиз программы. Вот он у нас. И вы можете посмотреть, какой сейчас релиз актуален, для того, чтобы пока есть возможность обновить программу, поставить, ну, скажем так, один из последних релизов. Потому что после закрытия года проведения реформации вы будете составлять отчетность, чтобы у вас были все актуальные формы отчетов. И, соответственно, не было затруднений создачи этой отчетности и в бухгалтерские органы, то есть и в налоговые органы, и в военную приемку. Так, это мы сейчас с вами закроем, это нам пока не потребуется. А посмотрим мы с вами еще вот что. Так, это мы немножко отодвигаем, чтобы было видно вот так вот. Снова переходим к слайдам. И вот слайдик, то, что мы с вами сейчас посмотрели, то есть склад, доставка и оформление инвентаризации, которая у вас должна будет произойти по концу года, по состоянию на 31 декабря. И еще несколько интересных моментов. То есть, естественно, обычные документы, например, отгрузки или документы, которыми мы сопровождаем реализацию, если у вас, например, реализация продукции происходит по госзаказу, в общем-то, ничем не отличаются от тех, которые мы используем, за единственным исключением. То есть, естественно, сейчас снова посмотрим с вами документы, например, продажи, вот документы реализации. И, ну вот берем, например, переходим в общий журнал документов, документы реализации. И в этом случае мы попадаем в общий журнал, в котором у нас, ну вот, документ реализации, допустим. Когда мы делаем реализацию в рамках заказа гос, то мы, соответственно, указываем операцию. В виде операции мы указываем, вот согласно такому перечню, мы выбираем вид реализации. И дальше, соответственно, будут документы заполнены согласно нашего контракта. То есть, будет указано согласно какого опыли, вот, какого документа, то есть договор в нашем случае. И обычный документ, перечень реализуемого товара со всеми его характеристиками или продукцией, но в зависимости от того, чаще всего, естественно, по госзаказывают изготовление какой-то продукции. И особенностей при заполнении такого документа, ну, в общем-то, у нас нету, потому что все особенности, которые необходимы учесть, это то, что мы выбрали направление деятельности, то, что мы составили контракт гос и указали номер расчетного счета, по которому у нас должны происходить, соответственно, сначала авансовые платежи, ну, а потом уже при закрытии контракта указать сведения по контракту. Чаще всего закрытие госзаказов происходит в течение 25-х чисел декабря, то есть к этому моменту у вас уже, ну, либо составлена промежуточная отчетность, если у вас контракт длительного цикла изготовления, например, какой-то техники, либо вы уже закрываете контракт и, соответственно, в этом случае вы можете составлять уже итоговую документацию на вот текущее время, на текущую дату, если можно так сказать. Точно так же, как при обычных реализациях, вы можете здесь сделать сразу к документу реализацию счет-фактуру и оформить товаро-транспортную накладную. Вот про товаро-транспортную накладную мы немножко подробнее сейчас поговорим, потому что, как вы знаете, вот с этого года у нас при составлении товаро-транспортных документов используются электронные документы и, собственно говоря, это уже обязательное требование и находятся у нас такие документы в разделе склад и доставка и, соответственно, вот у нас видите, есть блок управления доставкой и здесь есть вот такой такая ссылка переход на рабочее место электронные перевозочные документы. То есть, соответственно, в этом случае мы должны сделать товаро-транспортную накладную и документы, которые оформляют перевозку нашего заказа в электронном формате. То есть, мы можем через кнопочку создать либо выбрать электронное транспортное накладное, либо можем составить документ заказ на ряд, либо сопроводить на ведомость. Соответственно, возьмем наиболее распространенную это электронное транспортное накладное. в этом случае у нас есть некоторые особенности. В принципе, документ достаточно подробный и наглядно демонстрирует, что зачем вы должны сделать. То есть, во-первых, выбирается шапка, то есть, номер заказа, дата заявки, то есть, подробности про грузополучатели и грузоотправители. Вот сведения о грузе мы можем автоматически заполнить, а можем сопроводить, так сказать, электронными инструкциями, например, для экспедиторов или для водителей, в зависимости от того, какие схемы мы с вами выполняем. И, соответственно, у нас есть вот такая дорожная карта, то есть, мы можем оформить, заполнить необходимые сведения. я сейчас это закрою для того, чтобы показать еще один маленький нюанс. То есть, мы электронные документы пока не будем смотреть. Мы вернемся снова в раздел склад и доставка. И, что нам здесь необходимо, во-первых, для использования электронных документов, ну, а во-вторых, для оформления, в принципе, любых доставок. У нас здесь есть переход к транспортным средствам и поручения экспедиторам. Больше нас интересуют транспортные средства, потому что здесь мы заполняем типы транспортных средств, которые будут использоваться в дальнейшем в наших перевозках. При этом не важно, это будут наши собственные транспортные средства или это транспортные средства независимых перевозчиков. Ну, то есть, это могут быть машины разной грудоподъемности, например, железнодорожные вагоны, платформы, контейнеры и так далее. И, соответственно, любые визы транспорта, ну, может, у вас там есть свои корабли или свои какие-нибудь еще экзотические перевозочные средства. То есть, в этом случае мы задаем, заполняем справочник, который у нас называется справочник транспортных средств и заполняем госномера, если они применяются для данного типа, указываем, что это такое, то есть, это дополнительный справочник, в котором мы указываем параметры наших транспортных средств. Ну, то есть, как вы видите, здесь я могу по кнопочке создать, заполнить какое угодно количество делаем так создать, то есть, я пишу наименование транспортного средства, возможно, какие-то идентификационные особенности, например, там, контейнера HICUBE, контейнера 20-футовые, 40-футовые, и указываю грузоподъемность и объем. В этом случае у меня создается запись справочники транспортных средств, а потом уже при оформлении транспортных документов я буду использовать вот конкретную запись при описании каким транспортным средством и что я буду перевозить, ну, естественно, куда. После того, как мы создали записи транспортных средств, то мы уже оформляем отгрузочные документы, где указываем способ доставки. Так, сейчас мы это закроем. пока нам больше не нужно. Так, и возьмем, например, склад и доставка. Еще обратите внимание, можно делать, можно заполнять раздел зонирования, обычно для оборонзаказов не требуется такой конкретизации, но тем не менее, раз мы с вами сюда попали, то есть управление доставкой, то можно использовать например, зоны области, ну то есть короче, конкретные подробности про регион, куда вы доставляете свои грузы, свою продукцию. и когда мы с вами составляем электронные перевозочные документы, мы соответственно должны будем указать, сохранила, не подумала, что надо сохранить с предыдущего примера, то есть мы собственно говоря, заполняем всю информацию и груза, обратите внимание, там есть красное подчеркивание, эти поля у нас обязательные для заполнения, как вы знаете, и дальше мы можем указать, что конкретно грузоотправитель, например, является либо экспедитором, либо какие-то другие подробности про него записать. И здесь у нас есть возможность во-первых получать ли документов у меня не настроено иду на нашу домобазу, прошу прощения, увлеклась и не подумала. И собственно говоря, в общем-то здесь мы оформляем документ до конца и оформляем сведения. Сейчас немножко сделаем по-другому, чтобы было видно шапку. Вот так. И можно еще получать отчеты по связанным документам, то есть если у вас в рамках какого-то госзаказа, гособоронзаказа идет несколько отгрузок, то соответственно вы увидите в этом случае структуру подчиненности документов. Нет, не будем записывать, я вам по-другому сейчас покажу. Так, посокрывали, это нам не надо. То есть электронные перевозочные документы естественно делаются уже в формате, который утвержден у нас законодатель, и обмена электронными документами в случае гособоронзаказа это тоже как бы требует определенной ну во-первых внимательности, а во-вторых аккуратности, потому что при отчете например в военную приемку большое внимание уделяется и самим документам и правилам их оформления и составления сопроводительных записок, пояснений и так далее. А когда мы с вами берем документ реализация у нас с вами есть закладочка доставка и здесь мы уже с вами заполняем например вот если я выберу что это у меня будет перевозчик нашего склада то в этом случае у меня во-первых изменяется интерфейс во-вторых я здесь должна буду ввести дополнительную информацию то есть мало того что эта информация должна касаться перевозчика то есть его его сведения про него вот так сейчас это не нужно то есть адреса доставки и я здесь уже буду выполнять допустим заполнять какую-то информацию которая будет касаться перевозчика то есть распоряжения перевозчика и если ставлю вот такой флажочек обратить внимание транспортной службы то это будет распоряжение экспедитору которое например там касается перегрузов если какие-то определенные требуются распоряжения при прохождении таможни ну то есть какой-то дополнительной информации и на закладочке дополнительно в этом случае будет как вы видите достаточно много информации то есть во-первых по договору какой у нас будет то есть в нашем случае если мы говорим про оборон заказ соответственно будет указана данная информация дальше все контактные лица и распоряжения которых которые у нас должны быть оформлены и обратите внимание что вариант оформления мы можем выбрать каким документом у нас это будет оформлено то есть это может быть акт если там выполнялись какие-то работы ну то есть документ которым будет фиксироваться выполнение определенных этапов для военной приемки ну естественно и для бухгалтерской отчетности собственно говоря как вы видите работа с отгрузочными документами не имеет каких-то таких специфических требований которые не предъявляются например при реализации собственного товара в рамках коммерческих договоров в рамках коммерческих сведений а после того как мы выполнили например отгрузку то есть составили документы все отгрузили у нас есть возможность проконтролировать все сведения по нашему гособоронзаказу и вот в этом случае у нас с вами получается есть очень ну скажем так приятные моменты то есть у нас в разделе регламентированный учет ну естественно нам доступны все операции все стандартные бухгалтерские отчеты которые сопровождают вашу сделку располагаются они у нас в разделе регламентированный учет и собственно говоря вот они все наши стандартные бухгалтерские отчеты то есть это всякие оборотно-сальдовые ведомости там карточки счетов анализы счетов и так далее то есть это нам все доступно в этом разделе но кроме этого здесь у нас есть еще один очень приятный отчет который в общем-то достаточно хорошо помогает и бухгалтерам и руководителям для того чтобы посмотреть в каком состоянии у нас это все то есть есть и вот раздел отчеты и в этом разделе нас интересует вот такой отчет то есть исполнение госконтракта соответственно по этому отчету ну во-первых мы на конкретную дату можем получить то есть например если мы сегодня начали инвентаризацию в понедельник мы ее закончили то есть там плюс отгрузили что-то то есть соответственно мы можем на конкретную дату я поставлю 22 потому что будущие даты будут проблем естественно выбираю выбираю то предприятие которое у меня работает выбираю либо по одному контракту либо по списку контрактов либо по всем контрактам которые у меня касаются работы с оборонзаказом согласитесь удобная функция и ну я выберу по одному контракту чтобы у нас быстрее можно было сформировать отчет и в этом случае я выбираю где у меня конкретно вот у меня контракты гос пусть пусть вот так ах ты ладно выберем с вами группу у меня просто не срабатывает приключение выберем по всем контрактам гос а в этом случае как вы видите интерфейс немножко изменяется но и ставим сформировать и в этом случае у меня будет вся информация по всем контрактам ну естественно если вы работаете не по удаленке как вот у нас сейчас мы с нашей демоверсией то в этом случае вы сможете выбирать и отдельный контракт и выбирать несколько контрактов или как в нашем случае выбирать все контракты и как вы видите сам отчет здесь в общем-то доходчиво отражается вся информация включая движение денежных средств включая запасы товаром материальных ценностей как вы видите почему я обратила внимание именно на инвентаризацию потому что в этом случае если у вас будут уже внесены все данные по инвентаризации то отчет будет полный и на самом деле достаточно показатель как вы видите то есть информация полная включая привлечение каких-то дополнительных ресурсов то есть практически что еще раз хочу сказать в скажем так заключении сейчас мы снова с вами нет мы не будем сохранять эти сведения мы с вами переключимся еще раз на НЦИ администрирование то есть в этом случае мы с вами что сегодня посмотрели что для работы с гособоронзаказами нам необходимо первичным первым шагом так сказать сделать настройки НЦИ и администрирование сделать настройку подраздели финансовые результаты контроллинг то есть внести возможность работы с направлениями и в качестве направлений вносим обычно номер контракта и в этом случае у нас есть обособленный учет именно по конкретному контракту и аналитика по 90 счету затем мы с вами делаем настройки более тонкие то есть раздели финансовый учет и контроллинг а потом мы с вами проверяем все ли у нас в складе и доставки отражено так как надо делаем электронные документы которые сопровождают например отгрузки проводим инвентаризацию которая у нас находится на в меню склад доставка которая называется излишки недостачи порчи то есть в этом случае забудьте про слово инвентаризация у нас есть излишки недостачи и порчи после оформления всех этих документов мы можем составлять военную приемку например и закрывать контракт который ну если это у нас в течение года этот контракт то соответственно его закрывать и если у нас это несколько лет контракт занимает то соответственно закрывать текущий год еще раз хочу обратить внимание на электронные перевозочные документы которые мы в обязательном порядке должны с этого года заполнять и соблюдать и отчетность которую мы с вами смотрели в регламентированном отчете то есть обычная бухгалтерская отчетность это вот она стандартные бухгалтерские отчеты и в блоке отчета у нас с вами есть исполнение контрактов ну скажем так еще в принципе при работе с гос оборонзаказом может быть интересен следующий отчет то есть подтверждение расходов при казначейском сопровождении ну это зависит конкретно от вашего договора а так самый оптимальный это исполнение контрактов гос то есть фактически после того как мы включили настройку по направлениям деятельности то остальные документы у нас с вами формируются уже автоматически и собственно говоря здесь только остается проверить еще раз правильность заполнения стартовых документов то есть правильность заполнения договора обязательно должны выбрать гос правильность заполнения бухгалтерского счета который будет привязан к этому конкретному контракту ну и дальнейшие уже просто документы которые сопровождают стандартные операции сейчас мы с вами отсюда выйдем вернемся к нашим слайдикам вот они наши слайдики и собственно говоря вот предпоследний слайдик это как раз инвентаризация исполнения контрактов гос то есть это режим регламентированный учет и исполнение контрактов гос ну и последний вывод это про отчетность то есть соответственно то что мы с вами посмотрели это мы можем использовать естественно и обычные стандартные бухгалтерские отчеты но на самом деле самый трудоемкий вопрос при работе с гособоронзаказами это правильно заполнить все стартовые настройки все остальное будет формироваться автоматически к сожалению наше время на этом уже заканчивается я хочу вернуться к нашему первому слайдику то есть к титульному листу еще раз показать вам наши контакты и пригласить к сотрудничеству мы будем рады выполнить для вас любые работы в отношении программ семейства 1С это и настройка и продажа и составление дополнительных каких-то обработок так что милости просим а сейчас разрешите поблагодарить вас за время которое вы нам уделили за внимание компания Кодерлайн прощается с вами и надеемся на дальнейшее сотрудничество так что хорошего вам дня и всего вам доброго и Субтитры создавал DimaTorzok